Приветствую вас, братья и сестры! Еще раньше я говорил о том, что очень важно для Церкви пребывать в учении апостолов. В прошлый раз мы слышали о том, что очень важно для христиан быть участником Вечерей Господней. Сегодня мне хотелось бы коснуться не менее важного – это молитвы и немножко общения. Я прочитаю текст, у кого есть Библия, откройте, пожалуйста. Деяния апостолов, глава 1, 13-14 стих. Деяния апостолов, 1 глава, с 13 стиха. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев, Симон Зилот и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса и с братьями его. Я не так давно прочитал статью о христианстве в Америке. Автор пишет, что в США около 76% верующих христиан, причем 68% составляют протестанты. Он приводит пример, что Южно-Баптистская конвенция – 16 миллионов и немножко чуть-чуть больше. Объединение методистских церквей – 7 миллионов. Евангельских лютеран – 3,5 миллиона. Казалось бы, приятная статистика. Америка – христианская страна. Но дальше он продолжает и делает заявление, называя эту статью так – «Американские мега-церкви все больше становятся похожи на бизнес-корпорации». Что он имел в виду, этот автор? Дальше, прочитав эту статью, он берет пример одной из мега-церквей возле Чикаго. Красивое большое здание, сделанное из металла и стекла, в котором есть кафе, ресторан, игровые площадки, небольшие магазины, бутики или христианской атрибутикой, ну и другие какие-то развлекательные комплексы. Это не развлекательный комплекс, это дом молитвы, так называет автор. Один из пасторов, который уже отошел от служения, он говорил, что постоянная дилемма – это свобода мыслящая молодежь, будущее, как говорится, и религиозные традиции постоянно сталкиваются. И он говорит, что церкви должны меняться. Что он имел в виду? Он говорит, четко говорит, что нужна модернизация. Кстати, слово «модернизация» означает разрушение устоявшихся традиций и поиском нового. Дальше он говорит, что церкви должны меняться в эпоху высокой технологии. А именно, он говорит, что будущее религии – это развлечение. Музыка, танцы и еще другое, другое, другое. Вы знаете, я не против отдыха, когда это нормально, когда семьи отдыхают. Но здесь как бы скроется какое-то настораживающее заявление, потому что на сегодняшний день этот мир, действительно, он набирает обороты в развращении. Эти развлечения постоянно неустройство, надо всего нового. Меня настораживает то, что если будущее религии – это развлечение, и этим нужно привлекать молодежь в дом молитвы, ну, другой вопрос возникает, а чем удерживать потом, если эти развлечения уже им надоест. И все же, я сегодня хотел бы говорить о том, что говорит Священное Писание – важное, необходимое и жизненно для церкви. Из истории христианства, начиная с 1 века, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, вплоть до 20 века, начало всего были в церкви, и основа всего была молитва. Мэтью Генри, один из толкователей Ветхого и Нового Завета, братья-проповедники часто пользуются этим, он имел 9 детей, когда жена его отошла в вечность, он остался, вот 9 детей, из них четверо были очень маленькими, тяжелое положение. Но он говорит, когда Бог желает излить на свой народ великую милость, он сначала располагает его к молитве. Джон Уэсли говорил своим членам церкви, чтобы они воздерживались, боялись всего греховного, ну, вели праведную жизнь, поступали правильно, как учит Писание. Но самое главное, он упоминал, участвуйте в еженедельном молитвенном собрании. Когда мы сегодня наблюдаем, я вот вижу, что идет какое-то охлаждение посещению молитвенных служений, хотя это считается основой всего, что для церкви. Конечно, Писание, но вот молитвенное служение – это начало и основа всего. Именно в молитвах мы приходим помолиться к Господу о пробуждении, о том, чтобы Господь коснулся сердец тех детей, которые еще не обратились, или тех новых людей, которые приходят до молитвы. Именно в молитве мы обращаемся и говорим, «Господи, защити от людей, которые противятся Евангелию и которые издают законы, которые устраивают нас, как христиан». Именно в молитве мы молимся о молодом поколении, понимаем, что рано или поздно нам придется уйти отсюда, с этой земли. И в переживании мы молимся, чтобы они продолжили то служение по славу Господу. Именно в молитвах мы взываем о наших нуждах. Церковь нуждается быть единодушной в молитве. И сегодня тема моей проповеди – сила единодушной молитвы. Мы посмотрим, прежде всего, на общение. Это очень важно. Прежде чем подойти к молитве, нужно ясно понимать, освежить в памяти, что значит христианское общение. И мы читаем, все они единодушно были вместе. Это общение друг с другом. Они прибыли в храме, они были по домам, и их влекло друг к другу. Общение – это то, что их связывало. Это Господь Иисус. Христиане первых веков, они тянулись друг к другу. Сердечное согласие – это было единодушие их тому, чтобы прийти в это общение. Послание Иоанна, первое послание Иоанна, в первой главе, 30 стих. Иоанн апостол говорит о том, что мы видели и слышали. «Возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». Иоанн записал в этом послании, сказал, что благовестие, которое мы слышали от Него, возвещаем вам. И дальше есть такие слова. Мы хорошо знаем это послание. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если имеем общение с Ним, мы не можем ходить во тьме, потому что нас влечет в общение с Ним, во свет влечет. И в первом послании Иоанна, в главе, 1-7 стих, Он продолжает, если же ходим во свете, подобно, как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Нас влечет Господь Иисус. Когда меня не влечет в дом молитвы побыть с братьями и сестрами, это тревога. Нужно пересмотреть свое отношение к Господу, и нужно пересмотреть свое сердце к молитве, потому что, если нет нужды помолиться, даже сказать Господу благодарю, это тревога, братья и сестры. Как-то читал одного историка, который исследовал жизнь первых христиан, он записал, что первые христиане жили среди язычников. Они постоянно подвергались угрозам со стороны властей. Однако, несмотря на это, продолжали встречаться друг с другом, чтобы укрепляться в вере и служить истинному Богу. Он говорит, что вера определяла ритм жизни христианина. Именно вера. Когда не происходило вот этого влечения, уже вопрос в отношении моей и твоей веры. Так, он продолжая в этой статье говорит, что, например, у них был распорядок молитвы, и был тесно этот распорядок молитвы связан с употреблением пищи. Христиане садились обедать вечером, когда завершались все их дневные заботы. Трапеза начиналась молитвой и завершалась благодарственным молебеном. На обед гости могли приходить друг к другу без приглашения, с друзьями. Были найдены первые раскопки. Это меню первых христиан, что они кушали на вот этой вечерней трапезе. Это было в Карфагене. И вот один из таких обедов, там были написано меню пирожки, рыбные спинки, головы рыбные, дыни, лимоны и дробленая фасоль. Не так много. Но что интересно, общение влекло их друг к другу. Они приходили, они молились, они славили Бога. И в этой трапезе это им было достаточно, чтобы дальше они укрепляли в своей вере. Первое поколение христиан, интересно, что отношения друг с другом были семейные буквально. Они буквально понимали и относились друг к другу, как к брату, как к сестре. И эти семейные отношения, мы видим и в Писании, как они имели это общение, они были братьями и сестрами. Еще одна важная деталь. Первые поколения христиан, несмотря на постоянный риск, неустроенность и неуверенность в завтрашнем дне, они были в радости. Мы читаем, «И каждый день единодушно в храме, проломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и в простоте сердца». Это состояние христиан первых веков. Послание римлянам, мы читаем, что Павел говорит, а насколько он дорожил тем общением друг с другом, чтобы посетить церковь. Он был благовестником. И он говорит, что в этом написал послание римлянам такие слова, «Проходя, приду к вам, проходя, увижусь с вами, как скоро наслажусь общением с вами». Для Павла было дорого увидеть брата, увидеть сестру в той или иной церкви, и он называет это наслаждением, когда он придет в общение с народом Божьим. И мы подходим к другой важной истине, о которой мне хотелось сказать, это молитва. Если нас не влечет в Дом Божий, в общение, думай, что нам и не хочется молиться. Единонушно пребывали вместе, и второе очень важное – единодушно пребывали в молитве. Первым христианам, вот из текста мы видим, что ученики Христа пришлось на практике происходящих событий единодушно возвысить голос в молитве. И мы читаем вот эти первые главы, когда, помните, такая история описывается, в третьей главе Деяния Апостола, Петр и Иоанн вместе в час молитвы шли в храм. И человек, хромой от чрева матери, каждый день он при дверях этого храма, Петр исцеляет этого человека, и там же, когда народ сбежался, он говорит, он сказал, вернее, проповедь об Иисусе Христе, о его воскресении в Деяниях в 4, в Деяниях Апостола в 4 главе мы уже читаем, что приступили священники, начальники, стражи при храме и саддукеи. Почему? Зазвучала проповедь об Иисусе Христе. Они написаны досадуя на то, что он учит народ и проповедует в Иисусе воскресение из мертвых. Отдают Петра и Иоанна под стражу. Их начальники допросил, пригрозил с угрозою, ну, отпустили и сказали, ну, запретили, чтобы об имени Иисуса Христа они больше не учили. Что же происходит дальше? Написано, быв отпущены, они пришли к своим. Вы чувствуете какая-то теплота от этого слова «свои». «Свои» – это, конечно, то, что согревает. Те, которые были вместе с тобой, те, которые молились с тобой, знают твои жизненные проблемы, которые могут поддержать тебя в молитве. И когда они пришли к своим, написано, и рассказали им, что были такие угрозы со стороны начальников, фарисеев, саддукеев, написано, что единодушно возвысили голос Господу. Единодушно возвысили голос Господу. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу, и это правильное, братья и сестры, состояние церкви. Когда они увидели угрозу, они склонились и вознесли Господу свои молитвы. Они в молитве говорили такие слова «И ныне Господи возри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое». Это молитва. А вот дальше мы читаем о силе этой молитве, единодушной молитвы. Что же произошло дальше? По молитве их, 31 стих Деяния Апостола, 4 глава. По молитве их поколебалось место, где они были собраны, исполнились Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Апостолы же с великой силой свидетельствовали в дальнейшем о воскресении Господа Иисуса Христа. Другой пример. Там же в Деяниях Апостола мы читаем, как Ирод подымает руку на Иакова, брата Иоаннова, мечом умешляет его, Петра заключает в темницу. Что мы видим дальше? Церковь начинает прилежно молиться и опять мы видим сила единодушной молитвы. Они возвысили тоже голос о Петре, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Вот это единодушие в молитве. Это было среди первых христиан. Ангел Господень выводит Петра из темницы и Петр приходит к дому, где многие, написано, собрались и молились. Сила единодушной молитвы. Сила единодушной молитвы. Каждый день что-то происходит в нашей жизни. Думаю, что и в те времена среди христиан происходили какие-то и опасные моменты в жизни. Им нужно было постоянно соединяться в молитве, иметь это единение, когда возносили эти молитвы, они взывали к Господу, просили помощи Его. Но иногда бывают такие моменты, как мы читаем в Гефсиманском саду. Иисус Христос просит учеников, побудьте здесь, побудьте со Мною, бодрствуйте. А у них глаза отяжелели. Они не разделяют с Ним эту ночь в молитве, они засыпают. Что же сегодня происходит, братья и сестры? Нам нечего сказать Господу. Сегодня проповедники пытаются как-то поднять этот дух молитвы или что. Говорят о молитве. Вот первый брат сегодня утром говорил о молитве, хор нам пел о молитве. Но я думаю, что никто нас не может заставить молиться, если дух Божий не наполнит мое сердце. Две, наверное, таких причины, когда я не молюсь. Либо я стесняюсь, либо я всем доволен, мне нечего говорить Господу, какое-то усыпление пришло, или же у меня нету связи с духом Божиим. Дух Святой не наполняет мое сердце, какое-то охлаждение пришло. Один из примеров Джон Уэсли, когда получил вот такой статус священника, он отправился в Америку. Ну, там укрепить свою веру. Направлялся в штат Джорджия. И вот посреди океана корабль попал в ужасный шторм. В своем дневнике он записал, как его охватил панический страх. Он думал, что этот корабль сейчас переломится пополам, потому что такой был шторм сильный. Но среди бури он услышал спокойное пение и тихие молитвы. Он побежал быстрее на вот это пение, чтобы увидеть, кто это поет, и увидел небольшую группу христиан. Они преклонились, они пели, молились, и он задал им вопрос. Неужели вы не боитесь утонуть? Они так спокойно ответили ему, брат, наши жизни в его руке. Доверие Господу. Молитва показывала об этом. Когда сегодня мы видим столько всяких новостей, которые тревожат, и порой как сомнение какое-то приносят, я хочу сказать, что если молитвы не будет, будет вот этот страх, как вот этот священник Уэсли, который позже, вот этот пример, его заставил по-другому иметь общение с Богом. Кстати, вот та группа небольшая, которая молилась на корабле, их называли «Маравские братья», одни из последователей Яна Гуса. У них была обычай, небольшая община, послужило, их было всего 50 человек, но они молились круглосуточно. Они передавали, вот как менялись молитвы, и эта молитва за миссионерство, за другие там служения, она растянулась на 100 лет. И самое интересное, что именно вот эти церкви самобольше послужили в миссионерстве, потому что ихняя молитва была единодушной, они все время пребывали в этой молитве. Это сила единодушной молитвы. Молитва, или точнее сила единодушной молитвы, она была актуальна в первые века христианства, она была актуальна в средние века христианства, и она остается актуальной сегодня. И Писание нам ясно говорит, что христиане, первая церковь, первые христиане, они постоянно пребывали в молитве. Это было жизненно важно и необходимо для церкви. сегодняшний день, что он показывает. 8 лет назад я вспомнил, как мы в церкви были на одном бракосочетании на Украине. Бракосочетание проходило, общение родителей было с семьями, дети на площадке церковной игрались там, был дом молитвы немножко огорожен. но к вечеру так тревожно пришла новость, что один из детей пропал. Его нет нигде. И когда родители уже и туда, и туда, куда он мог попасть, одна из девочек сказала, что видела, что он с какими-то людьми разговаривал возле забора ограждения. Я помню, как служитель собрал всю церковь, те, которые были на этом бракосочетании, мы стали все поближе друг к другу и начали возносить наши молитвы. Потому что у нас не было что делать дальше, мы обратились к Господу. Позже этого мальчика нашли, просто один мужчина и женщина из органов, они подозвали его, как бы попросили, чтобы он с ними пошел, чтобы потом сказать, что баптисты не заботятся о своих детях, вернее, не смотрят за своими детьми как-то. Но я не об этом. Я о молитве. Когда приходит какая-то тревога, нас объединяет эта молитва. Но мне хотелось бы, чтобы в Доме Божьем поделиться с вами то, что тревожит меня. Это охлаждение в молитве народа Божьего. Одной из самых, наверное, проблем, когда начинает церковь ослабевать, это когда молитвы не звучат. Смотря на сегодняшний мир, смотря на сегодняшние церкви, тревожно, когда молитвы перестают звучать. А ведь наш Господь, Он хочет иметь общение с нами. Мы слышали, что Иоанн говорит наше общение с Господом Иисусом Христом. И Он говорит, что чтобы и вы имели общение со мной друг с другом. Общение друг с другом, молитвы, единодушные, это объединяет и усиливает церковь. Единодушие в молитве необходимо сегодня особенно. Когда столько искушений, когда этот мир меняется и приносит новые законы свои, нам необходимо возвысить голос к нашему Господу, чтобы мы твердо стояли в этой истине. Они единодушно пребывали в молитве и молении. Аминь. Харисты Ваши Семь. Семь.